В АТО серьезное обострение на Луганском направлении. С самого утра боевики не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелой артиллерии. Один украинский военный сегодня погиб вблизи Крымского. 14 были ранены. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Сидим мы на лавочке, потом взрывы, выстрелы. Все по домам. Так вчера вечером под обстрелом дети разбегались по домам. От неожиданности даже испугаться не успели. Сергей с сестренкой на руках, как и учили в школе, искал ближайшие укрытия. Там, где много деревьев, прятаться. Дети Новолуганского не привыкли к обстрелам, но за последний месяц обстановка обострилась и родители ужесточили правила. От поворота до поворота разрешили гулять. Нина Ивановна под салют из зенитной установки вчера отметила свой 83-й день рождения. Сидели, как загудела, засвистела, заревела. Мы текать в калидор. Все трусилось, вот так вот все. Не то, что сердце выскочило бы. Когда-то серая зона, куда могли заходить боевики уже полгода, как Новолуганская за спинами военных. Но наемники все чаще, говорят армейцы, открывают огонь по селу, а не по их позициям. С АГС стреляли, зениток. И ни с того ни с сего начали стрелять, подпалили дом у людей. Стреляли за рекой, здесь их позиции. Стреляли не сдалека, там 2 километра. Есть какие-то мобильные группы, которые приезжают прямо на их позиции. Оттуда отработали. Причем вот такие вот мерзопакостные стрельбы. А это целенаправленная стрельба. Уже начали гореть хаты. Пошел дым. Надо быть абсолютным дятлом, чтобы вот так вот на расстоянии, куда ты стреляешь. Ты же видишь, куда ты стреляешь. Это однозначно сознательное такое совпадение, что сегодня день едности. Это не совпадение. Так уверены военные, боевики пытаются настроить местных жителей против армии. Спровоцировать конфликт. Сгоревшая пристройка дома. Пожар в гараже. Убитый домашний скот. В этот раз, несмотря на то, что люди были на огородах, а дети на улице, к счастью, обошлось без жертв. Ирина Баглая, Антон Чиженко из Донецкой области. Все подробности телеканал Интер.